Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Мы почти никогда не используем термин «теневое правительство». В нем есть что-то параноидальное, даже немного безумное. В основном, вы слышали эту фразу от крайне левых старожил, которые читали вам лекции о United Fruit Company и свержении Масадыка. Термин, как тогда, так и сейчас, предполагает, что наша демократия — фальшивка. Выборы и внутренняя политика — просто отвлечение внимания. Независимо от того, за кого вы голосуете, в конце концов, всем правят одни и те же люди. Это довольно мрачное понимание американской системы. Если вы нормальный человек, который здесь вырос, это последнее, во что вы хотите верить. Это кажется безумием. А потом вы читаете такие истории. Согласно сообщениям, после выборов в ноябре прошлого года, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли провел в Пентагоне встречу с военными. Милли проинформировал их о серьезной угрозе национальной безопасности. Настолько серьезной, чтобы, цитата, «угрожать стабильности республики». Этой угрозой, по словам Милли, был действующий президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп осмелился подставить под сомнение результаты выборов. Поэтому, пояснил Милли, от вооруженных сил может потребоваться применение силы против президента. «Мы парни с оружием», — сказал Милли. Он явно готовился к этому моменту. Подобные разговоры у Милли были с директором ЦРУ Дженей Хаспелл, а также с главой АНБ Полом Накассони. Он также напрямую разговаривал с Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, главными политическими соперниками Трампа. Согласно новой книге Боба Вудварда и Роберта Косты, Милли пошел еще дальше. 30 октября прошлого года, как сообщают Вудвард и Коста, Милли позвонил своему коллеге в Китае генералу по имени Ли Цзо Чен. Милли не сказал своему боссу, президенту, о звонке ни до, ни после. Вот послание Милли китайским военным. Цитата. «Генерал Ли, я хочу заверить вас, что американское правительство стабильно, и все будет в порядке. Мы не собираемся атаковать или проводить какие-либо операции против вас». Потом, как сообщается, Милли сказал следующее. «Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом». Переварите услышанное. «Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом». Согласно этому отчету, высшее должностное лицо нашей страны вступило в сговор с нашим главным военным соперником, чтобы подорвать деятельность избранного президента. Как бы вы это назвали? «Теневое правительство» слишком слабо звучит. Это измена. Это преступление. И, судя по всему, не только Марк Милли замешан в этом. Другие тоже знали, что происходит. Наши спецслужбы почти наверняка слышали звонок Марка Милли. «Если они могут читать электронные письма кабельного новостного шоу на Фокс, каковы шансы, что они знали о разговоре председателя Объединенного комитета начальников штабов с высокопоставленным китайским генералом? Шансы около ста процентов». Однако АНБ ничего не сделало. ЦРУ явно было не против. «Мы на пути к правому перевороту», — сказала Джина Хаспил генералу Милли. Фактически переворот был, но он пришел не справа. Он зародился не в Алабане. Вместо этого группа государственных служащих, преданных демократической партии и элите в Вашингтоне, проигнорировала Конституцию Соединенных Штатов и аннулировала голоса десятков миллионов американских граждан. Как они это сделали? Они аннулировали демократию. Демократия ничего не значит, если у избранных вами людей нет власти. И Марк Милли сделал все возможное, чтобы избранный президент не имел власти. В начале января, как сообщают Вудвард и Коста, Милли созвал еще одну встречу высокопоставленных чиновников в Национальном военном командном центре. Он захотел, чтобы они отчитывались перед ним, а не перед избранным президентом США. Это существенная претензия. Национальный военный командный центр контролирует, среди прочего, ядерное оружие внутри ракетных шахт, а также на борту атомных подводных лодок. Марк Милли устанавливал личный контроль над ядерным арсеналом Америки. Он потребовал от каждого из своих офицеров подчиняться ему, а не президенту. Милли предписал им не подчиняться приказам, не посоветовавшись предварительно с ним. По словам Вудварда и Косты, все они согласились с этим. Гражданский контроль над военными закончился. Марк Милли стал главным. Если это правда, это одно из самых страшных событий в истории нашей страны. Те, кто обеспокоен приходом авторитаризма в Америку, посмотрите, он уже здесь. Вот что это такое. Авторитарное правительство. Правительство неизбранных, неподотчетных лидеров, готовых использовать насилие для сохранения своей власти. Вот о чем эта книга. Это шокирует. Неудивительно, что наши СМИ праздновали это событие. Оказывается, те, кто называет себя защитниками демократии, на самом деле не верят в систему, которую, как они утверждают, они чтят. Идея дать избирателям власть над правительством таким людям противна. Так что они с облегчением констатируют, что наша демократия фальшивка. Вот отрывки из новостных программ. Я бы назвал генерала Милли героем. Он вел себя героически. Он удостоверился в том, что все под контролем. Поэтому я ставлю ему высокие оценки, на основе того, что описано в книге. Я думаю, Милли чувствовал, что его используют в эпизоде на Лафаэд Сквер. Тогда его просто использовали. Так что его беспокойство можно понять. Мы пережили чрезвычайно опасный период. Я думаю, история будет благосклонна генералу Милли. Итак, четыре отрывка. Первый комментарий был от Рика Стенгеля, который, очевидно, кретин, так что удивляться не стоит. Второй парень военный в отставке. Но последние два. Джордж Уилл? Барри Маккафри? Уж эти люди, независимо от того, что вы о них думаете, могли бы защитить американскую демократию, когда возникла такая необходимость. Но они этого не сделали. Они приветствовали ее закат. Они рады, что Марк Милли тайно вступает в сговор с китайскими военными с целью положить конец гражданскому контролю над Пентагоном. Такое правительство им нужно. Вы не должны забывать об этом. Редактор субтитров А.Семкин